Правительственная группа продолжает работать в населённых пунктах Среднеколымского района, которые подтопило в результате подъёма уровня воды в реке Алазея. Группа встретилась с населением и ознакомилась с паводковой обстановкой и её последствиями. Тему продолжит Марьяна Кутукова. В этом году в Среднеколымском Улусе пострадали три населённых пункта. Это Аргахтах, Сватай и Берёзовка. Если сегодня в Берёзовке вода ушла, то в Аргахтахе и Сватай она ещё есть. Уровни воды медленно падают. Жители подтопленных поселений обозначили перед правительственной группой волнующие проблемы. В основном они связаны с инокосной кампанией, кормозаготовкой и просушкой домов, а также со сроками приезда детей со здоровительных лагерей в Якутске. В Аргахтахе вчера прозвучал основной вопрос. Это и оказание стройматериалами, первое. Второе, это чтобы дети третий сезон тоже провели в детских, значит, оздоровительных учреждениях в городе Якутске. Третий сезон, то есть до 17-20 августа, потому что воды очень много и фактически, значит, что, по крайней мере, дети отдыхали в этот период. В Берёзовке дети уже возвращаются. Сегодня была встреча, значит, с населением в Берёзовке. В Берёзовке силами самих жителей и бойцов студотрядов продолжаются восстановительные работы. Сумма нанесенного ущерба в посёлке составляет 66 миллионов рублей. Плюс 90 миллионов рублей потребуются на транспортные расходы по доставке строительных материалов. Схема доставки грузов довольно сложная. Значит, поэтому сейчас со стороны прорабатываются вопросы и варианты, значит, и закупа, и доставки грузов, в том числе и финансовые вопросы. Вот, ну, активная фаза, по всей видимости, начнётся это 15-20 число августа, когда груза уже поступят в Среднеколунский район. По Берёзовке только воздушный путь, но эти решения ещё будут приниматься, потому что схема доставки очень дорогая. Там порядка 90 миллионов затрат будет только для транспортировки грузов на восстановление, значит, объектов Соскульбыта и жилья. Отметим, что завтра в Среднеколымский Улус отправится глава республики Егор Борисов. Он также обедит пострадавшие от паводка населённые пункты. Тем временем гидрологическая обстановка на реках неутешительная. Из-за обильных дождей, которые прошли в бассейнах рек Витим и Алёкма, в ближайшее время на реке Лена ожидается подъём уровня воды на 5-6 метров. С 20 по 25 число это Алёкминский район, и с 25 по 30 июля это Хангаласский, пригород Якутска и Намский район, будет проходить паводок. Общей высотой 5-6 метров ожидаем, что произойдёт затопление сенокосных угодий. Степень затопления ориентировочно составит около 30-50%. Марьяна Кутукова, Гаврил Дичков, НВК САХА, Якутск.